Так, дорогие друзья, мы начинаем сегодняшнее наше мероприятие. Оно посвящено выходу книги на русском языке, выдающегося французского богослова, кардинала, члена французской академии, педагога Жана Даниилу. Надо сказать, что книг его практически, ну не практически, а нет на русском языке. Это вторая книга, которая вышла на русском языке. Первой книгой была книга «Таинство будущего», издание которой вышло в 2013 году усилиями издательства Московской патриархии. И сегодняшняя эта книга вводит нас в мир богословия этого выдающегося человека. В этой небольшой книге он размышляет об основополагающих аспектах библейского откровения о Боге и о мире. Надо сказать, что научным редактором этой книги выступил кандидат богословия, доцент кафедры библиистики Санкт-Петербургской духовной академии Тихомиров. В общем, о том, что важного было сказано в этой книге, о той глубине, которая была открыта в этой книге и доступна теперь и русским читателям, нам расскажут два человека, которых мы пригласили сегодня. Это Петр Борисович Михайлов, историк философии и патролог, и отец Арсений Соколов, доктор богословия и библеист. В этом разговоре и то, что они нам расскажут, мы и попытаемся почерпнуть всю глубину этого текста, который теперь стал доступен для нас. Пожалуйста, кто из вас попытается начать и тому слово. Я могу передвинуть вам микрофон. Добрый вечер. Мы так предварительно распределили с отцом Арсением, что сначала я скажу несколько слов о жизни Жанны Даниилу, о его публикациях, о его судьбе, о том мире, который он представляет, который нам весьма интересен. А затем отец Арсений, как библеист в первую очередь, скажет о основном предмете вот этой небольшой книги. Жанны Даниилу почти ровесник XX века, родился он в 1905 году, скончался скоропостижно в 1974 году и прожил такую замечательную, очень содержательную судьбу, содержательную биографию, которая во многих отношениях перекликается с его современниками и его представителями его же поколения, не только в католической Европе и не только в Европе, а вообще в христианском мире и в том, как вообще складывались судьбы христианства в прошедшем трагическом столетии. Жан Даниилу выходец не из духовного сословия, не из церковной среды, но из очень такой благочестивой католической семьи, из очень специфического места Франции, из Нормандии. И корни его, такие семейные корни, уходят именно в этой провинции, она особенно выделяется во Франции, во французском внутреннем мире. Семья его достаточно интересная сама по себе. Дед его был высокопоставленным военачальником, прославился в какой-то военной кампании начала 20 века на Дальнем Востоке. Мать его была лидером, таким вот выдающимся деятелем образования во Франции, и благодаря ее деятельности духовное образование, с которым вообще сложно обстояло дело во Франции в конце 19-го, начале 20-го века, духовное образование получило такую возможность реализации. У Жана несколько братьев и сестер, и вот среди них стоит упомянуть Алена, старшего брата Жана Даниилу, который тоже, в общем, довольно известный в узких, впрочем, кругах, индолог, специалист по индийской музыке и такой очень рафинированный, утонченный французский интеллектуал. А отец Жана Даниилу был довольно успешным поначалу журналистом, а затем в Третьей Республике после Первой мировой войны высокопоставленным чиновником. И во многом начальный этап биографии Жана Даниилу связан с успешной карьерой его отца, который привлек своего молодого еще тогда сына в Париж. И Жан Даниилу мог... У него был широкий выбор жизненного пути. Действительно, вот в этой книге, даже если ее полистать, обращает на себя внимание широта его интересов и вообще открытость, малопривычная для, может быть, такого стандартного представления о христианском богословии, будь это католике или православном. Жан Даниилу как раз свидетель такой всемирной отзывчивости, готовности на самые разные диалоги, встречи, в высшей степени открытый и такой вот привлекательный человек. Жаль, у нас нет возможности показать вам какие-то его фотографии. Это тоже отражает какой-то его внутренний склад. Ну вот, в 20-е годы он оказывается в Париже в очень интенсивной культурной и интеллектуальной среде. Он обучается в Сорбоне, получает филологическое образование. Он классик, филолог-классик, специалист по древнегреческому языку. И писал он дипломную работу по глаголу «быть», вот по такому онтологическому глаголу. И такая ремесленная, в общем-то, работа обеспечила его очень крепкими навыками знания, прежде всего, древних языков. Разумеется, латинский прилагательный, прилагается, ну и греческий в первую очередь. И это область его специализации. Он, конечно, прежде всего, церковный историк, историк христианской древности, патролог, специалист по древнехристианскому богословию. Опять-таки, с очень мобильным и таким широким профилем специализации, уже внутренней специализации. И вот, оказавшись в среде парижской, насыщенной очень интеллектуальной и культурной среде, среди его близких соучеников по Сарбонне, Жан-Поль Сартер. Среди тех людей, с которыми он близко и профессионально контактировал, Жан-Кокто, для которого он делал перевод на латынь, либретто для Стравинского «Царедиб». Вот, например, такой вот широкий, очень широкий склад и широкая активность Жанна Ганилу. 20-е годы, середина и вторая половина 20-х годов, в его биографии это время еще такого внутреннего становления и выбора пути. А в 29-м году он принял первые монашеские обеты и стал в ордене иезуитов. И вот встал на этот определенный, уже так регламентированный, причем очень четко регламентированный жизненный путь. Но до того, вот круг его общения, это еще и среда русской эмиграции. Он активно посещал и участвовал в таких кружках-встречах русских философов и богословов и Бердяев, и Флоровский, будущий отец Георгий, и отец Сергий Булгаков. Это вот все круг его общения, круг его интеллектуальных и духовных уже исканий и интересов. Вступив на вот этот вот путь духовного, такого монашеской жизни, он сопровождался и сопровождается в традициях иезуитского ордена, сопровождается интенсивным богословским обучением, богословским образованием. Сначала следует блок философского обучения. Его Жан Даниилу проходит в первой половине 30-х годов на островах, или точнее на острове Джерси, близко расположенном возле Ла-Манша. И там находились иезуитские школы. В соответствии с действовавшим на то время законодательством иезуиты не имели права во Франции вести преподавательско-образовательную деятельность. И вот поэтому он оказался поначалу там. Там он познакомился со своим будущим другом, великим, знаменитым богословом XX века другом и единомышленником Анрида Любаком, тоже выдающимся богословом, который хорошо, в общем-то, лучше известен русскому читателю, чем Жан Даниилу. Несколько его книг были переведены на русский язык еще в 90-е годы, изданы, и они представляют собой значительный интерес. Жан Даниилу, его младший современник и младший друг. Вторая половина 30-х годов Жан Даниилу перебирается в Лион, где в это время открывается, наконец, легально разрешенно иезуитский богословский колледж в центре, в историческом центре Лиона, на территории, где располагался в древности римский форум. Место это называется Фурвьер, и по топониму называется соответствующая иезуитская школа Фурвьер. Знаменитая школа, которая в 30-е годы оказалась таким кузницей богословских кадров для католической церкви, прежде всего во франкофонном богословии. И вот иезуитская выучка, иезуитский колледж, иезуитское богословие здесь дало свои очень значительные, выдающиеся плоды. Вот среди тех богослов, которые имели отношение к этой школе, Жан Даниилу, учившийся там, Анри де Любак, который непосредственно в этом колледже не преподавал, но жил в помещениях колледжа. И, конечно, тесно контактировал с молодыми студентами, молодыми преподавателями, и из этого всего формировалась некая группа богословов. Туда же к ним же относился и уже в это время довольно известный швейцарский богослов Урс фон Бальтазар. Тоже, вот представьте себе, какое это было цветение, цветение богословов, каждый из них со своим очень индивидуальным богословским профилем и со значительным наследием, которое начинает, становится достоянием, в том числе и русского читателя. Многие книги Бальтазара сейчас активно переводятся в издательстве Библейско-богословского института, но и вот в соседнем зале мы можем увидеть едва ли там не несколько томов. И вот Жан Даниилов формируется и как богослов, и как ученый, и как священник, формируется вот в этом совершенно уникальном, в этой уникальной среде, в этом уникальном и очень малом сообществе. Упомянутые богословы, и круг этот можно расширить на самом деле довольно значительно, но вот еще я бы одно имя упомянул, представителя доминиканской богословской традиции, доминиканского монашества Ива Кангара, близкий единомышленник, сотрудник Ижана Даниилу и Анрида Любака. Вот группы этих богословов, они составили неформальную организацию, не подходит, конечно, слово организация, скорее такое вот сообщество, которое их критиками было названо новой теологией, новель теологии. Это очень специфическая и очень интересная страница в истории христианского богословия, католического богословия в частности, группа, вот которая возникла не по какому-то распоряжению сверху, а возникла из зрелых интересов конкретных богословов, начинавших свой церковный путь и жизненную биографию интенсивную. Вот эта группа, она активно действовала во второй и трети двадцатого века, прожила довольно непростую судьбу. В пятидесятом году, уже после войны, богословы, относившиеся вот к этому сообществу, подверглись официальному официальному официальным репрессиям, официальным прещениям, официальным, можно сказать, даже преследованием, в общем, официальной критике в папской энциклике Humani Generis, энциклика Папы Пии XII, которая очень так в духе старинной инквизиции очень строго разбиралась с новыми какими-то движениями в католическом богословии и в католической церкви. И вот Жан Данилу был одним из тех, кто попал под удар. В этой энциклике не упоминались лично участники этого неформального сообщества иезуиты, и доминиканцы, но грамотным католикам, а тем более богословам, было вполне очевидно, кто имеется в виду и почему они подвергаются этой критике. Собственно говоря, вот это очень интересный и важный момент, с чем это было связано. Ну, Папа Пий XII традиционно понимается, как такой интерпретируется, как Папа-консерватор, но, впрочем, действительно, ему пришлось ввести католическую церковь в очень трудные годы, в годы Второй мировой войны, в годы чрезвычайных тяжелых испытаний для Европы, да и для всего мира. Так что, вот его понтификат во многом объясняется этими обстоятельствами. Но внутри католической традиции, внутри католического богословия, его такой консервативный, критический подход, в общем-то, оказался довольно болезненным. И, собственно говоря, что было предметом и поводом для этой критической энциклики? Поводом были новые тенденции в католическом богословии, вот, в частности, новая теология эти тенденции вполне проявляла, тенденции к новому прочтению схоластики, к новому способу рассмотрения схоластического богословия, и даже более того, к активному обращению к богословским источникам гораздо более древнего времени, а именно к патристике. Вот это вот то, чем новая теология была сильна, чем она вообще мотивировалась в своей деятельности. Это не значит, что они перечеркивали, отрицали и отказывались от схоластического богословия, но они читали его по-новому. И вот это стало поводом для довольно суровых мер. Жан Даниилу в послевоенные годы выступил с одним программным текстом и многими исследователями эта небольшая статья, опубликованная в орденском журнале «Эспри», статья, которая называется «Современные ориентиры религиозной жизни», она многими была воспринята как программная статья. Она, кстати говоря, есть на русском языке, она была опубликована в одном сборнике богословских текстов в издательстве Свято-Тихоновского университета. И, собственно, программный характер этой статьи, он четко прописывал новые ориентиры, вот как это исследует из заглавия, новые приоритеты в развитии католического богословия. Этими приоритетами обозначались три таких существенных элемента, три истока, три, собственно, первые истока христианского самосознания, христианского мира, христианского богословия. Библия, патристика, отцы церкви и литургия. И вот, казалось бы, что может быть традиционнее вот этого перечисления, но для католического богословия середины XX века это было новаторством, и это вызывало серьезную и существенную критику. Жан Даниилу вместе со своим старшим коллегой Анри Делюбаком выступили основателями издательской серии святых отцов, патриотических текстов. Это на сегодняшний день самая успешная издательская серия, которая называется «Христианские источники» по-французски «Ресурс Кретьен». На сегодня она насчитывает почти 650 выпусков. Феноменальный проект, невероятно успешный и получивший признание и церковное, и академическое, и международное. И вот у истоков этого проекта, который начинался в самые тяжкие годы Второй мировой войны, первый выпуск вышел в конце 1943 года в Лионе и вот в этом мире в связи с деятельностью богословов новой теологии этот проект официальной католической мысли, официальной католической церковью в 40-е годы воспринимался болезненно и критически. Один из высокопоставленных чиновников Ватикана в 40-е годы называл проект издания святых отцов «Христианские источники» боевой машины снаряженной против схоластики. Но постепенно осознание того, что это настоящий корень, собственный исток христианского богословия, христианской истины и ее достоверности, ее правоты и ее актуальности для сегодняшнего дня, постепенно все эти особенности патриотического наследия, они становятся очевидными и серия получает признание. После энциклики 50-го года, разумеется, в жизни главных героев и Жанна Данилу в частности произошли существенные перемены. Они были отстранены от преподавания, во-первых, а все они преподавали, преподавали в орденских школах. Во-вторых, все их публикации, они были очень плодовитыми авторами, все их публикации подвергались специальной цензуре и требовали официального разрешения для распространения. Те книги, которые цензурой не прошли уже задним числом после энциклики, они подлежали изъятию из, по крайней мере, орденских библиотек. Ну, вот, острота, да, острота вопроса была весьма значительна. Однако, это не означало, что они лишались своих, лишались священного сана или изгонялись из монашеских орденов. Не настолько остро дело обстояло, как обстояло за несколько десятилетий до того с модернистами. И речь, конечно, не шла об их экскомуникации или изгнанию из церкви, отлучению от церкви. Надо отдать должное вот этим людям с самим представителем новой теологии, они продемонстрировали такое вот церковное монашеское смирение, готовность к послушанию того, что им было предъявлено, при том, что от своей правды, от своего понимания они никоим образом не отказывались, но и не стали бунтовать. Вот это десятилетие до 59-го года, до прихода нового понтифика Иоанна 23-го, который, как известно, взял быстрый курс на созыв Второго Ватиканского Собора и на реформу католической церкви, и вообще все существенно поменялось. Вот эти 10 лет Жан-Данилу сотоварищи посвятили интенсивному погружению в древнехристианские источники, интенсивным богословским исследованиям и богатому содержательному творчеству, что получило отражение в их опубликованном наследии. А с приходом нового понтифика в 59-м году они были извлечены из вот такого условного гетто, из небытия, извлечены, приглашены на очень почетное, и не просто почетное, а очень важное поприще. Большая часть вот этих людей, Анри де Любак, Жан-Данилу, и в Кангар, ну и ряд других, были приглашены экспертами, готовившими документы Второго Ватиканского собора. Экспертный корпус, который не имел, и состав его в основном заключался из преподавателей священников и мирян, не епископов, как правило, епископы, только главы комиссии. Так вот, члены этого экспертного корпуса не имели права голосования на соборе, но именно они готовили документы для собора. Они готовили, прорабатывали доктрины собора. И вот Жан-Данилу, в частности, принадлежит здесь значительный вклад в основополагающие документы Второго Ватиканского собора. Можно сказать, что они подвели богословскую платформу под Второй Ватиканский собор, как бы мы не рассматривали его результаты, его болезненные рецепции и прочие вопросы, но то, что это было новаторское, совершенно новаторское явление для всего христианского мира и для католиков, конечно, в первую очередь, но и для православных, и для протестантов, которые привлекались в качестве наблюдателей на собор, и для многих это было чрезвычайно поучительным и важным опытом. Итак, вот Жан-Данилу в этом принимал активное участие. Я еще несколько слов сказал бы о его академической карьере, которая была весьма успешной. Вот в те самые годы войны для него они биографически оказались наиболее существенными и важными. Он защищает последовательно две диссертации, диссертацию теологическую и диссертацию светскую, теологическую и ту и другую в Париже, теологическую в Католическом институте Парижа, где он будет преподавать и занимать административные должности, ответственные на протяжении четверти века, и в Сорбоне, где он защитит светскую диссертацию фактически по тому же самому материалу. Главным материалом, которым занимался Жан Даниилу, хотя интерес его, повторюсь, необъятный, действительно, это не только даже патристика, не только библеистика, не только современное богословие, это и литература, это и самые разные достижения, и философия, конечно, самые разные достижения человеческой культуры, человеческой цивилизации, мировой цивилизации. Но областью его специализации был один древний греческий отец, один из великих каппадокийцев, святитель Григорий Низкий. И Жан Даниилу к нему был особенно пристален и посвятил фактически всю свою жизнь его внимательнейшему изучению. Он сумел в этом великом святителе 4 века открыть для современников опыт взаимодействия христианского богословия, христианской теологии и достижений той культуры, в которой христиане в это время жили и существовали, а именно позднеантичной культуры. Его книга, и эта диссертация и в Сорбонне, и в католическом институте, она была посвящена исследованию мистической теологии, мистического богословия Григория Низского и платонизма. И вот платонизм был тем философским ресурсом, тем интеллектуальным наследием, которое давало возможность христианскому богослову артикулировать, выразить христианский мистический опыт. Вот этот опыт синтеза, такого исследовательского и богословского синтеза, важное достижение Жанна Даниилу. И первый том, первый выпуск христианских источников, о которых я уже упомянул, это был трактат этого самого древнего автора Григория Низского «Жизнь Моисея», существующий, конечно, и на русском языке, и в хорошем уже современном переводе, какое-то время тому назад изданный. Очень важный опыт, как раз близкий к этой книге, близкий по содержанию, важный опыт истолкования библейского повествования о восхождении Моисея, прослеживании пути его жизни, этапов его жизни, которые становятся в каком-то смысле такими универсальными этапами мистического восхождения души к Богу. Именно так Григорий Низский читает, воспринимает этот библейский нарратив, и Жан-Даниилу этому посвящает первый том христианских источников «Сурскретьен». Жан-Даниилу в течение четверти века занимал кафедру древних христианской литературы в католическом институте до 1969 года, а в 1964 последние пять лет опять-таки до 1969 года он был избран в качестве декана теологического факультета католического института, был действительно человеком признанным ученым, признанным не только в церковных кругах, но признанным академически. Вот Виктор Михайлович упомянул, что он был в 1972 году принят во французской академии наук, это все совершенно заслуженные его регалии, заслуженные его достижения. И несколько слов все-таки стоит сказать из того, что все-таки я пока не успел упомянуть, о его масштабных публикациях, масштабных разработках. Помимо Григория Низского, помимо исследований патриистической экзегезы, которую он тоже во многом открывает для своих современников и для католиков, и для всего богословского мира, помимо этого он осуществил значительный такой масштабный проект, он написал трилогию истории раннего христианства, которую он прослеживает в трех этапах иудео-христианства, и оно было связано с открытием нового пласта письменности межзаветного времени, находки и мертвого моря на Кхамаде, которые Жан-Данилу обрабатывал как профессиональный богослов и библеист. Второй элемент этой трилогии называется евангельское благовестие и эллинистическая культура. Это важнейший аспект, важнейший этап распространения христианства, христианский эллинизм, как это часто называют богословы XX века. И третья часть трилогии латинское христианство, которое тоже является значительным этапом в истории древнего христианства. Жан-Данилу тем самым разрабатывает определенную богословскую концепцию, богословскую программу, даже можно сказать, программу, которую он называет евангелизация культур или встречное для нее понятие инкультурация христианства. Собственно говоря, это важнейший такой миссионерско- апологетический проект и опыт богословского осмысления древних достижений распространения христианства, которые могут быть применены сегодня, которые могут быть применены в современном мире, во многом отходящем от христианства, вспоминающим о нем, в современном мире, который во вне европейской или за рамками европейской культуры заинтересован в христианстве, прислушивается христианству. И вот миссионерская работа очень во многом опирается на такие фундаментальные теологические разработки. И вот Жан Даниилу один из тех, кто этому посвятил значительные усилия. Вот на этом таком общем обзоре я бы свою часть пока завершил. Спасибо. По-моему, замечательный рассказ энциклопедического характера, который погружает нас в эпоху и открывает перед нами такие громадные фигуры, как Жан Даниилу. И содержание как бы этих этого ума, содержание и напряжение этого ума, я думаю, отец Арсений нам сейчас даст понять в своем выступлении. Спасибо. Петр Борисович представил нам автора, а я хочу сказать несколько слов об этой книге, которая вот издана трудами Санкт-Петербургской Духовной Академии и Русской Христианской Гуманитарной Академии имени Достоевского. Передена книга довольно давно, переводчика уже нет с нами, это библиотекарь Санкт-Петербургской Духовной Академии Клеопатра Агеева. Хочется также поблагодарить Бориса Алексеевича Тихомирова, автора предисловия к этой книге и богословского редактора текста, текста перевода. Книга, как вы видите, небольшая, но очень, я с ней полностью прочитал, ознакомился, очень емкая по своему содержанию и написана она в жанре, как здесь говорит Борис Алексеевич, популярной экзегетики. Популярной экзегетики. Можно также, я бы подумал, что можно было бы ее также назвать, жанр этот можно было бы определить, как библейская духовность, спиритуалита библика, то, что называют итальянцы, спиритуалите библик, вот, по-французски. Здесь, значит, мы видим уже на обложке, книга называется «Вначале», книга Бытия, первые 11 глав. Это одни из самых важных глав в Священном Писании. Если бы не было первых 11 глав Библии, то Священное Писание, по крайней мере, Священное Писание Ветхого Завета, оставалось бы исключительно еврейским Писанием. Первые 11 глав придают универсальную перспективу Священной Истории и Священному Писанию. Говорят они о происхождении мира, о происхождении человека, о трагедии человека, о его грехопадении, о первых исторических опытах существования человечества. Этому, в общем-то, посвящены шесть глав этой небольшой книги и введения. Сотворение мира, первая глава, вторая, библейское учение о человеке, то есть сотворение человека, о его природе, размышляет автор, тайна греха, Адам, в сравнении со Христом, вторым Адамом, народы земли, их происхождение, и Вавилонская башня. Борис Алексеевич Тихомиров говорит, что автор выступает одновременно и экзегетом, и богословом, и апологетом, и пастырем. Вот эти четыре аспекта его служения Жанна Данилю, они все присутствуют в этой книге. Он ее пишет и как экзегет, истолковывая священные тексты, и как богослов, размышляя над этими текстами, и как апологет, развеивая те сомнения, которые тревожат читателей этого текста, и как пастырь, то есть предлагает какие-то решения для того, как эти тексты применить в жизни, в церковной жизни. А тексты это не простые для современного читателя. Вот, например, что он пишет в начале в своем введении. Он вспоминает те вопросы, которые в 20-м веке, люди 20-го века, век атомной энергии, век научно-технического прогресса, задают, сталкиваясь с текстом библейским. Каким образом хотите вы заставить нас, людей 20-го века, века атомной энергии, межпланетных исследований, знакомых с учением об эволюции, поверить, что первая женщина создана из ребра первого мужчины, и что все беды мира происходят из-за того, что она надкусила яблоко. Как по-вашему мы можем верить в то, что Бог создал мир за шесть дней, хотя известно, что он является мир, то есть является результатом эволюции, охватывающей миллиарды лет? Все это бабушкины сказки, в которые сегодня не поверит никто, окончивший хотя бы общую образовательную школу. И он приводит тут слова одного священника, своего почти современника, который говорил, что разочарование в вере в рабочих кругах было связано скорее с широко распространенным чувством несовместимости Библии с наукой, чем с недовольством церковью в связи с ее пренебрежительным отношением к нуждам бедных. Вспомним, что с времен Вольтера такой примитивный псевдонаучный атеизм всегда насмехался над, особенно над первыми главами Библии. И вот поэтому он в жанре популярной экзегетики он дает современному совопроснику, современному читателю книги бытия, рабочей молодежи, сельской молодежи, студентам, интеллигенции, дает ключи для понимания этих первых глав. Эволюционист или неэволюционист Жан Данилю? Можно задать себе вопрос. Креационист он или эволюционист в подходе к вот этим первым главам Библии, как он их истолковывает с точки зрения эволюционной теории или креационистской? Если мы познакомимся полностью со всем содержанием книги этой, то мы однозначного ответа не получим. Как бы его мысль проходит вообще мимо этой проблематики? Он и неэволюционист, и не креационист. Вот, например, о происхождении человека. Наука пытается разгадать тайну происхождения человека. Звенья, которые она обнаруживает между самыми развитыми формами животного мира и наименее развитыми формами человеческого мира, позволяют предположить преемственность. Ну, действительно, незаметно перехода от приматов к Homo sapiens, да, особого скачка не видно. Библия ее не исключает этой преемственности, так как она говорит, что тело человека было образовано из того, что уже существовало. Библия называет это прахом. Любая материалистическая эволюционная теория, пишет он в то же время, материалистическая эволюционная теория, метафизически абсурда. И этим главам он дает именно метафизическое истолкование. Сотворение человека является творением в собственном смысле слова, то есть действием, которым Бог создает нечто из ничего. Глагол «бара» он вспоминает. Есть несколько глаголов, которые действия Бога описывают по отношению к этому миру. Так вот, «бара», когда используется «бара», это имеется в виду именно божественное действие, исключительно свойственное Богу. Если другие глаголы могут применяться в отношении действий человека, то, что создает человек, творческий человек, то глагол «бара» только по отношению к творческому действию Бога. Так вот, этот самый глагол «бара» используется в первом стихе Библии, дальше при сотворении человека. Но этого нет у автора, но мне вспомнилось еще одно место, когда я читал эту книгу, конечно, всем известен 50-й Псалом, в иудейской традиции 51-й, где сказано «сердце чисто, садишди во мне Боже», молится псалмопевец. Вот там тоже «бара» «бара» глагол «бара», то есть новое творение, новое творение, будущее творение, которое автор называет не творением, то есть новое творение будет не потому, что будет уничтожено прежнее небо и земля, а потому, что будет этот мир, он будет преображен. Вот, если говорить о содержании этих глав, то первая глава книги «Бытия», ей посвящает автор и первую главу своего комментария, вот он в частности говорит на тему этой первой главы книги «Бытия», что здесь автор, священный автор, живший тысячи лет тому назад и написавший впервые эти слова нашей первой главы книги «Бытия», он пишет на языке своего времени и является проявлением великой глупости считать, что автор, священный автор не понимает то, о чем он пишет. То есть он с помощью символов, с помощью языка своего времени, символического, он описывает реальность, описывает сотворение мира, описывает так, как открыл ему Бог. Если бы автор жил в наше время, наверное, он написал бы, описал бы то же самое с помощью современных, современного языка космологического, космологии, науки, физики и так далее. Но автор замечает здесь Жан-Данилю, что едва ли несколько десятилетий продержалась бы вот такая книга или такая статья. То есть она бы весьма скоро была отодвинута уже и забыта. А священное писание, говоря языком сакральным, говоря языком духовным языком метафизическим оно неприходящее. Да, используется язык той культуры, того времени и очень много есть параллелей в ближневосточных литературах, в месопотамской литературе, в угорицкой литературе, в египетских текстах. Другой момент, другое важное, что следует отметить. Если мы, говорит, сопоставляем повествование Библии со схожими сюжетами вавилонских, хананских и египетских мифов, то действительно культурные данные оказываются аналогичными, но в рамках общей культуры воззрения радикально расходятся. Вот в ближневосточных текстах вне библейских, экстрабиблейских обоготворяется природа. Солнце, луна, звезды, животные, растения. Это все обоготворяется. Политеизм, идолопоклонство, священный автор полемизирует с этими взглядами, с политеистическими, идолопоклонническими, обоготворяющими материю. Что такое идолопоклонство? Это поклонение твари вместо творца. Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему одному служи, говорит Писание. И вот здесь названы Солнце, Шемеш, Луна, Яреах, но это всего лишь светильники, которые прикрепил Господь на небесной сфере, на небесном своде для того, чтобы людям светить. Они служат людям. Не человек служит Солнцу и Луне, нет культа Солнца и Луны, а Солнце и Луна и звезды служат человеку для его земных дел. То же самое можно сказать о животных, о растениях и так далее. То есть он видит в этом тексте полемику с тогдашними окружающими Израиль идолопоклонниками. Боги натуралистические, в натуралистических религиях Востока, они присутствуют рядом с человеком. Бог, творец мира в Библии, он Бог трансцендентный. И он творит мир из ничего. Океан творит, человека создает. Одна из форм идолопоклонства, говорит автор, это поклонение человеку, поклонение человеку самому себе. И когда человек считает, что он сам творец своей жизни, своего будущего, то это квалифицируется как одна из форм идолопоклонства, очень актуальное для нашего времени. С этим трудно не согласиться. То же самое и об истории. История в Библии, она имеет свое направление. Бог запускает эту историю и дальше дает человеку право и возможности и силы участвовать в этом божественном замысле, творить историю с помощью культуры, прогресса. Как сказано в конце книги «Бытия», владейте землей, животными, гадами, присмыкающимися по земле рыбами, птицами. Также сказано было в Эдемском саду обрабатывайте сад, возделывайте его. То есть человеку дано от Бога, даны творческие силы для того, чтобы осуществлять преобразование мира, и как он здесь говорит, противоположность языческим мифам, где история растворяется в природе, Библия инкорпорирует природу в историю. Завет с космосом приуготовляет и предваряет завет с Моисеем, но в свою очередь Моисеев завет становится проникающим лучом в познание завета космического. Это об истории. Книга «Бытия» для нас не ностальгия по утраченному блаженству, но направляющая наши надежды к будущей славе. То же самое можно сказать о том, что в том же самом ключе он истолковывает сотворение человека. сотворение человека. Духовный смысл этого сотворения он находит в том, что, ну, как и сказано в Библии, человек создан по образу Божию и по подобию Божию, как подобие Божие, да? Кстати, священный текст предполагает возможность другого перевода. Человек создан образом Божьим. Не вот по какому-то образцу, по образу Божества, да? А человек создан как образ Божий. Сам человек есть образ Божий. Человек создан по образу Божию, то есть он не Бог, какими вы хотели бы видеть мифы, и не продукт природы, какими его полагают эволюционисты. Он трансцендентен по отношению к природе, но и Бог трансцендентен по отношению к нему. То есть человек оказался между Богом и природой. Эти главы, главы происхождения человека, открывают нам происхождение человека. Он не небесное существо, павшее в мир материи, как в мифологии греческой, да? Дальше в платонизме и потом в гностицизме христианском в том числе. Души упали с неба в мир, поселились в телах, тело это темница души, библейский взгляд совсем другой. Человек не небесное существо, павшее в мир материи, и не животное, постепенно дошедшее в своей эволюции до разумного бытия, но духовное создание, находящееся в центре материального творения. Для того, чтобы мир привести к Богу, и для того, чтобы выполнить свою миссию в этом мире, человек, как как венец творения и как управляющий этого мира, которого Бог поставил управлять этим миром, заботиться о нем, возделывать его, оккультуривать его и владеть им. Ну, история человечества начинается с трагедии, с греха, с грехопадения, с непослушания Богу. И о нем он тоже, наш автор, очень глубоко рассуждает. Речь идет в этом случае в третьей главе Бытия, где описывается грехопадение не о мифе или философии, а о событии. Именно в начале человеческой истории стоит событие. Появляется змей, женщина в этой истории грехопадения. Пагубная роль змея, говорит автор, возможно, связана с полемикой против языческих культов Ханаана. Змею в них поклонялись в этих культах как Богу плодородия. Действительно, в частности, встречаются змеи из золота, которые были идолами. Познание добра и зла, он говорит, познание добра и зла означает просто полное знание безнравственной оценки. Он проводит параллели с другими библейскими текстами. Для Библии знание не спекулятивная любознательность. Знание всегда связано с идеей обладания. Вспомним, мы познал Адам Еву, знание это не интеллектуальная категория в Библии, а категория экзистенциальная, что ли. То есть, говорит об опыте, опыт. Так же, как, кстати, в Библии и вера. Это тоже не интеллектуальная категория, это не символ веры, это не катехизис, это не набор каких-то истин, которые мы принимаем, а это вера, это верность, верность и доверие. То есть, предполагает межличностные отношения между тем, кто верит, и тем, кому он доверяет. Вот эти очень глубокие темы. То есть, и в этой третьей главе он видит полемику против культов Ханаана. Зло проявляется не как отклонение, которое имело своим источником только дурную волю человека, тогда человек сам бы мог все исправить. Оно существует прежде человека и вне его. Кроме того, оно не представляет собой антологического начала, то есть, бытийственного начала у него нет. Рассуждает о природе первородного греха. Речь по существу идет о чем-то религиозном. Это искушение человека захватить своими собственными силами божественную власть. То же самое потом проявится при строительстве Вавилонской башни, да? Осуществить свое спасение, опираясь только на себя. По сути, это отказ признать свою радикальную зависимость от Бога и принять от Бога свое спасение как благодатный дар. Человек спасается по благодати. А когда человек говорит, я сам себе Бог, я сам себе творец, я сам создаю себе будущее, ну, во-первых, это идолопоклонство, а во-вторых, это отказ от того, как тебя задумал Бог, твой творец. Это из кожения, искажения человеческой природы. Претензии человека осуществить свое спасение через самого себя при посредстве технического прогресса. Как это все актуально. Искуситель является лжецом, который отвращает человека от того, что представляет собой самую высшую суверенную реальность, то есть от Бога, чтобы придать значительность тому, в чем на самом деле нет никакого значения. Грех – это идолопоклонническое извращение творения, его предназначение привести к Богу. Об истории. Об истории. В 10 главе книги Бытия перечисляются 70 народов. 72, может быть. Интересно, что в иудейских источниках межзаветного периода говорится, почему именно эти 70 народов перечислены. В 1-й книге Еноха сообщается, что народы были распределены между 70 пастырями, которые являются ангелами народов. Завещание Нефалима, это часть книги Завещания 12 патриархов, показывает Господа нисходящего с 70 ангелами, которые научают своим языком 70 народов. Легенда о переводе еврейской Библии на греческий язык с 70 старцами, отсюда название этой греческой Библии Септуагинта, происходит от того, что это была Библия для народов. Тора в массы, Библия для народов. Вот в 10-я глава книги Бытия эти 70 народов перечисляются, и автор замечает Джан-Данилю внимательный очень рассматривает каждую деталь этой главы и говорит, что совсем нет в нем какой-то выделенности израильского еврейского народа. То есть, израильский народ не упоминается, есть, конечно, Эвер, происходящие от него, Арамеи, да, но как бы от которых потом произойдут израильтяне, да, евреи, они в числе вот этих 70 народов. То есть, совершенно универсалистская перспектива, совершенный такой вот выход из узконациональных рамок. Вот, и много чего еще здесь интересно в этой книге, я думаю, книга важная, полезная, и нам, современным читателям, она поможет, поможет, даст ключи к пониманию, к интерпретации одних из самых сложных глав Библии. Первые 11 глав книги «Бытия». Они действительно очень трудны для понимания. И когда мы пытаемся их истолковать в как сказать, в ключе креационистском мы уходим от понимания, когда мы эволюционистский подход научный применяем, мы тоже уходим от понимания. Библия – это не учебник по геологии, по антропологии, по космологии, по этнографии, да, народов больше, чем 72. Библия – это Слово Божие, ведущее человека ко спасению. В ней, вернее, в Библии содержится Слово Божие. Это Слово Божие прозвучало как откровение Моисею, другим великим пророкам. Вся Библия пророческая книга, говорит Жан-Данилю. То есть, нужно ее читать как пророчество, как Божье Слово, откровенное Божье Слово, данное людям. И вот только такой подход к Библии, как к Божественному Откровению, позволит понять нам смысл того, что мы читаем. Это важно и характерно не только для первых 11 глав книги Бытия, но и для остальных тоже глав этой книги, книги Бытия, первой книги Библии. С 12 главы начинается история Авраама, история домостроительства нашего спасения через призвание одного человека, отца всех верующих, Авраама. Ну, и это то же самое можно сказать и о всем содержании Священного Писания Ветхого Завета, о законе Моисеевом, о пророках и о псалмах. Ну, и о Новом Завете, конечно, тоже. Новом Завете, который является Божественным Словом, обращенным уже ко всем народам, ко всему человечеству. Очень радостно, что эта книга вышла. Действительно, у Жана Данилю, он очень плодотворный автор, как сказал Петр Борисович, 30 монографий в его жизни увидели свет, более 300 статей. На русском языке пока только две книги. Вот эта небольшая и первая, которая чуть побольше, «Таинство будущего», где он обращается к эскатологическим темам, темам конца. А остальные так и не переведены и не изданы на русский язык. Они переведены и изданы на всех европейских языках. Но у Жана Данилю, у него в России та же судьба, у этого замечательного христианского автора, та же судьба, что и у многих других христианских авторов европейских 20 века. Они неизвестны пока. Каких-то отдельных авторов фон Бальтазара, Клайва Льюиса, каких-то отдельных авторов издают. Чаще всего действительно с английского, с немецкого. А вот с французского, авторов, писавших по-французски, почти не издают в России. Поэтому хотелось бы поблагодарить Московскую, Санкт-Петербургскую духовную академию, христианскую гуманитарную академию, что теперь эта книга вышла в свет на русском языке, для русского читателя. И мы можем с ней познакомиться. Важная книга в жанре популярной эскатологии, популярной экзегетики, простите. И имеет большое также она значение, как апологетическая книга. Несмотря на то, что она написана очень простым языком, это как раз плюс, а не минус, простым языком, доступным рабочей и сельской молодежи, студенчеству нашему современному, простым языком написанное, она касается и раскрывает очень сложные темы, очень сложные вопросы, тревожащие каждого человека. Человек задает себе три вопроса, «Кто я? Откуда? Куда иду?» Смысл жизни, происхождение мое и мое будущее. Это волнует каждого человека, в какую бы эпоху, когда бы он не жил. И вот ответы на эти вопросы содержатся в книге «Бытия», «Где ты, человек?» Обращается Бог к нам, каждому из нас, да? «Адам, где ты?» И вот Жан Данилю, спасибо ему, он помогает нам на эти вопросы ответить. Нам, современным читателям, самых первых страниц Библии. 50 лет почти прошло со смерти автора Жана Данилю, великого христианского апологета, библеиста и патролога, но то, о чем он говорил, писал, оно сегодня востребовано и очень интересно, увлекательно и важно. Так что всем эту книгу я рекомендую. Спасибо большое, отец Арсений. Я хотел бы еще действительно подчеркнуть те слова, которые были вами произнесены, что эта книга не научный трактат, не сложное хитросплетение богословской мысли. Это простой разговор глубокой веры человека, который открывает для себя очень глубокие истины и простым языком старается передать их тем, кто готов его слушать. Поэтому книга действительно небольшая, но очень и очень глубокая. хотите что-то добавить? Тогда пожалуйста. Спасибо. Я кратко хотел бы отметить своевременность появления этой книги вот именно в эти недели в связи с Великим постом и церковным литургическим чтением последовательно всего текста бытия. В этом отношении это сейчас конечно еще очень уместно. Присоединяюсь к благодарностям и ко всему сказанному в адрес издателей, в адрес авторов ступидной статьи и главное в адрес покойной сотрудницы Ленинградской тогда еще Духовной Академии, которая перевела этот текст. Я бы подискутировал с одним определением, которое предлагает автор введения и вот в нашем обсуждении оно неоднократно звучало, а именно определение вот этого текста как популярные экзегезы. Мне кажется прилагательное популярное роняет неизбежно роняет высоту и ценность предмета. И на мой взгляд эта характеристика не вполне отвечает действительности. Это не столько популярная экзегеза, сколько открытая экзегеза. То, что она доступна, это не значит, что она элементарна никоим образом. Она напротив это ее достоинство, умение высказываться максимально понятно, это умение наверное самое сложное и труднее всего достигаемое. Это вот тот навык, которым Даниилу сумел видимо вооружиться благодаря своим активным изысканиям в области патристики. Ведь это непосредственное обращение к пастве, к аудитории, к читателям. Это обращение, которое сейчас преодолевает столетия и тысячелетия. Это то, чему вот эти богословы 20 века артикуляции, новому открытию этого древнего слова и его новому звучанию. Они этому посвятили свои значительные усилия и многого в этом отношении добились. И тот факт, что русский читатель теперь располагает этими текстами, вот так поданными, это очень ценно, конечно, и открывает большие и широкие возможности. Вот есть несколько примеров, собственно, ведь Жан Даниилу здесь предлагает действительно такую живую экзегезу, живое размышление, при том, что он ясно говорит, что принцип, которого он придерживается, это сочетание веры и критики. Он на самом деле совершенно компетентный и профессиональный библеист и учитывает современные достижения библеистики. Хотелось бы задать вопрос отцу Арсению по поводу документальной теории, которую, по всей видимости, явно Жан Даниилу на нее опирается, ее поддерживает и к ней обращается. Но вот прежде чем к этому вопросу, я бы сформулировал как вопрос, я бы еще обратил внимание на некоторые неожиданные, может быть, повороты мысли Жана Даниилу, которые дают повод читателю вступить с ним в дискуссию. Это и есть открытость экзегеза. Он предлагает часто довольно смелые характеристики, смелые предположения. Из того, что сказал отец Арсений, действительно, в главе, посвященной сотворению человека, он говорит и пишет о том, что человек существо трансцендентное по отношению к природе. и вообще это сильное заявление, оно, в общем-то, неожиданное. Здесь нельзя опереться на большую традицию такой интерпретации человека, человек как трансцендентное по отношению к миру, из которого он происходит, к миру сотворенному. Он тем самым, автор Жан Даниилу, дает нам повод вообще вступить с ним в дискуссию. Это проявление открытости, и это очень ценно. Он, в частности, еще один момент, на который я обратил внимание, там, где речь идет о том, что человек в пути, даже еще до грехопадения, о заповеди божественной человеку, плодитесь и размножайтесь, и возделывайте эту землю, и речь заходит о труде, и Жан Даниилу совмещает вот этот концепт труда с концептом техники. Тоже неожиданное совмещение, и парадоксальное, ведь это не одно и то же, техника, это наоборот замена труда, это его облегчение, это вот философия техники в 20 веке это хорошо, достаточно подробно разрабатывает и раскрывает. То есть и здесь тоже дается такой узел для какого-то дальнейшего размышления и рассуждения. Отец Арсений, а вот по поводу документальной теории и отношения, может быть, Жанна Данилу к ней, как вы думаете, насколько это состоятельный такой вот подход и из богословской, и из библейской точки зрения. Документальная теория или документарная, то есть теория о нескольких источниках, нескольких документах, из которых состоит Моисеева Тора, Пятикнижия Моисеева, Элогист, Ихвист, Священнический кодекс и Второзакония, эта теория стала доминирующей в 19 веке. Вильгаузен и так далее, но в 20 веке она несколько была скорректирована, а самые крайние ее выводы были отброшены, но в своей основе она как-то все равно выжила, осталась. четыре письменных этих документа, они до сих пор используются библеистами, как при комментировании Пятикнижия Моисеева. То, что книга Второзакония не могла принадлежать Моисею, это замечали уже в средние века. Ибн Эзра, иудейский грамматик и комментатор Священного Писания обращал внимание на те места, например, где говорится, что когда вы были по ту сторону Иордана еще, на другом берегу Иордана, Ибн Эзра задает вопрос, тот, кто пишет, когда вы были еще за Иорданом, где находится этот писатель? По эту сторону Иордана, да? А умер-то он на какой стороне Иордана Моисей? На той стороне. Значит, автор пишет, позже Моисея. Когда народ уже живет в Ханаане, в Святой Земле. Автор действительно, Жан Данилю, пользуется документарной теорией, но он к ней редко обращается в этой книге. Ну, в частности, он, например, видит разные источники в 10-й и 11-й главах книги «Бытие». 10-я глава, он говорит, с 11-й резко контрастирует по общему взгляду на происхождение народов, на начало истории заселения земли, на этнографию, на происхождение рас. И если у 10-й главы исключительно позитивное значение, положительное, то 11-я глава, наоборот, говорит о народах, о том, что произошли разные языки, разные народы, да, как о чем-то резко отрицательном, как о бунте против Бога. Вот. И он говорит, что это, да, это разные источники, дескать, разные документы, относимые к разным эпохам. Ну, чаще всего, конечно, отмечают первую и вторую главы «Бытия», где говорится о творении человека. Первой главе, в конце первой главы говорится кратко. Создал Бог человека, да, мужчину и женщину сотворил, дал им задание, поручение, да, вот, господствовать над творением и продолжать дальше жить. Тогда как вторая, третья глава, дальше третья глава, да, и вторая глава описывают человека уже несколько иначе. И третья глава «История грехопадения», автор наставит, что это было именно событие, вот, связанное как-то со свободой человека, с его человеческой природой, но это было внешнее по отношению к нему, то есть зло появилось не в результате того, что человек Бога ослушался, оно было до этого, человек поддался искушению, внешнему искушению. Вот, он тоже говорит, что это, ну, в русле библейских теорий 19-го, первой половины 20-го века, вот, он говорит, что это, да, действительно, разные источники. Ну, и сегодня эта документарная теория жива, она является, в общем-то, основной теорией происхождения пятикнижия, но она уже все-таки избегает тех крайностей, которые были в эпоху Вильгаузена и позже, то есть библейская наука на месте не стоит, и эта теория корректируется тоже. Ну, а если говорить вообще о направлении библейских исследований, об основных направлениях, то критика историческая, она уступила место критике литературной. Во второй, нет, в последней, в третьей четверти 20-го века, так скажем, в третьей четверти 20-го века Библия, по большому счету, была открыта как книга. И применение методов исследования текстов, разработанных в общем литературоведении, в применении к исследованию библейских текстов, они принесли очень большие плоды, очень положительные плоды, то есть открытие разнообразия внутри Библии жанров, стилей, поэтики библейской, это все очень интересно. Вот, а действительно несколько уничижительная в предисловии вот эта вот популярная экзегетика, как определение жанра, в котором написана книга Данилю, вот, можно заменить другим, как я уже сказал в начале, определением этого жанра, библейская духовность, библейская духовность. Вот, итальянские авторы предпочитают именно такой, такой термин для литературы такого рода, который простым языком объясняет сложные вещи, то есть когда распространение священного писания в наиболее широкие массы его интерпретации для простого народа, не поступаясь в то же время истиной, не поступаясь наукой, но пытаясь истолковать простым общедоступным языком спиритуалита библика. Вот в таком ключе, как книга Жанна Данилю, написана, например, книга итальянского автора Энсу Бианки Адаму Довесей. Это тоже комментарий к первым 11 главам книги Бытия, но только более детальный комментарий, более объемный, ну, вот, тоже не будем называть популярной экзегетикой, но библейская духовность, можно так сказать, такой жанр позволяют нам духовно, духовными глазами читать эти главы. Очень мало на русском языке современной литературы, посвященной истолкованию этих труднейших мест Библии. Как вообще мало у нас книг, современных книг, написанных современным языком, с использованием современных достижений библейской науки, которые были бы посвящены интерпретации священного писания. Дай Бог, чтобы их было больше, вот, пусть книга, вышедшая книга французского автора, великого богослова и библеиста Жанна Данилю будет тем камнем в строительстве новой библейской науки и у нас на родине, в России, чтобы русская библистика развивалась, уже избегая тех ошибок, которые были совершены общей мировой библистикой в 20 веке, беря все лучшее из мировой библистики и продолжая развивать библейскую науку в 21 веке. Дай Бог. Спасибо Вам большое, Птица Арсений. Я думаю, что нам нужно время. Время будет работать на нас и школа как бы библистики, которая будет вырастать из первых своих каких-то побегов вырастет во что-то значительное. Но нам нужно время. И переводчики нам нужны с французского, с итальянского, с немецкого. С английского, слава Богу, есть, а вот с других европейских языков как-то маловато. И свои надо писать. заниматься библейскими исследованиями. Спасибо Вам большое за этот рассказ, отец Арсений и Петр Борисович. Ну, я думаю, что он послужит каким-то толчком многим людям, которые слышали нас сегодня. Еще мы выложим на Ютьюбе этот разговор. И вот та именно содержательная сторона, которую мы сегодня услышали, она поможет многим, кто заинтересовался этой темой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...